Всех приветствую на своем канале. Это будет обзор заказа по 8 каталогу Avon. Если вам интересно это видео, оставайтесь со мной. Заказ я делала лично для себя и он очень маленький, хотя сумма была в принципе минимальная как раз где-то на 1600. Он состоит из двух продуктов. Это скраб для тела по ZPP, кажется так я его произнесла, в общем, по тому демо-приложению для представителей. И новинка это Avon Naturals для тела, нежный йогуртовый скраб для тела, освежающийся с ароматом лесных ягод и граната. 150 мл. В составе я нашла там семена какого-то загадочного фрукта, потом семена клюквы и пудра йогурта. Не знаю, как у нас можно получить пудру йогурта, но вот такое вот содержание. Ну, вообще там состав, конечно, в основном классический, химический. Я его еще не открывала, я хотела сначала купить всю троицу, но что-то в результате потом решила остановиться на скрабе. Думаю, что скраб, в принципе, мне нравится их скраб, в основном нравятся потом гели, если мне понравится, то скраб, то можно будет заказать потом еще и гели и еще один скраб. В общем, сейчас я его при вас открою и понюхаю. Да, действительно, лесными ягодами пахнет вот таким йогуртом, допустим, фрутистом или еще что-то в стаканчиках. Очень вкусный запах. Такой вот нежный, кремовый на вид он. Я не буду его на руку наносить, потому что это все-таки не совсем крем. А потом придется смывать. Но он белый. Я понимаю, что тюбик прозрачный. И вот, в принципе, в тюбике видно, что там вот эти скрабирующие, то бишь, клюквенные семена, ну, как написано, обладают кремовой текстурой, содержат семена клюквы, обеспечивающие отшелушивающий эффект, придает мягкость кожи. Я думаю, его сегодня вечером, в крайнем случае, завтра утром опробовать на себе. И если кому интересно, то могу сказать результат в комментариях, ну, или потом в баночках пустых про него расскажу. Ну, и вторая часть заказа, основная часть, это было вискозное платье. 42-й, 40-й размер. И оно пришло мне с поясом. Хотя я на картинке думала, что пояс это просто так, ну, как можно это одеть. Он в таком пакете. 100% вискоза. Стоил он там 1600 без 1 рубля. Я углядела, уцепила, думаю, самое то на лето. Учитывая, что я когда делала разбег, то очень много вещей, в том числе детних. Ну, мне пришлось не то, чтобы выкинуть, я снесла просто в церковь, потому что выкидывать жалко. Они хорошие, но носить я уже их точно не смогла бы. А какие-то у меня лежали довольно долго, и я их действительно не носила уже очень давно. Сейчас я это вскрою. Любители звуков, я думаю, будут довольны, надеюсь. Я даже уже вижу, что тут две бусинки. На самом деле, на картинке я их не видела. Довольно такой мягкий материал. На страничке каталога в интернете мне казалось, что он даже какой-то несколько прозрачный. Вот такой, мне кажется, классный, шикарный пояс, вязанный из ниточек. Тут и оранжевый, и алый какой-то. В общем, очень такой весенне-летний. Ну и он, я так подозреваю, завязывается. Возможно, в каком-нибудь из обзоров я сниму специально в этом платье, чтобы люди поняли, как оно выглядит. Я его еще не мерила, потому что коробку только-только принесла домой, распаковала и, соответственно, только сегодня получила. Но после видео я все-таки его на себя примерил. Такое вот платье. Вполне себе нормальные такие проймы. Лямки. В общем, мне казалось, что его можно носить как-то вот совсем по плечи. А, я поняла. Я, извиняюсь, лох. Это не украшения, это пуговки. Их можно снять. В общем, теперь я понимаю, я сначала думала, что как же так вот сейчас пока снимаю, думаю, блин, а вдруг оно на меня не налезет. Оно вполне налезет. Здесь вот растягается. И эти две бусинки на самом деле просто красивые пуговки. В общем, вот такое оно. Ой. Выпало у меня из лапки. Вообще, оно мне сейчас по виду больше нравится, чем телегинсы, которые осенью заказывала в Иване. Я думала, если его повладить, то оно будет вообще шикарное. Очень хороший материал. Черный. Швы можно аккуратные. Ничего нигде не торчит. Действительно, 42-й, 44-й размер. Сделано где оно сделано? Сделано внезапно в Италии. Хотя я думала, что в Италии, ну или еще где-нибудь. И да, стопроцентная вискоза. В общем, этот каталог, он, приложение к каталогу действует еще и по девятому, как я поняла, каталогу Ивана. Но если вам хочется себе что-то такое легкое на лето и натуральное такое, ну, допустим, как эта вискоза стопроцентная, натуральный материал, то я вам советую такое платье приобрести. Там, кажется, были еще и большие размеры. Самые маленькие, там как раз 42-й и 44-й. Вот такой небольшой обзор и небольшой заказ. Не знаю, буду ли я делать по девятому каталогу заказ. Хотя там мне пришла бумажка, что сделайте на 1600-м, а вам за 5 рублей какой-то там набор. Подарим, кажется, тушь для ресницы, для губ. Я завтра понесу каталог своей подружке Женьке. Если она что-нибудь выберет, то, возможно, мы сделаем заказ. Ну, и я еще, наверное, все-таки попробую заказать. Вот хочется мне этот розовый крем с сиренью, кажется, что-то... Я даже не помню, что он там такое делает, но он, кажется, в восьмом или в седьмом каталоге только-только вышел. Сначала был пробник, потом полноценный формат. Вот я, наверное, себе закажу и пробник, и крем ББ тоже в пробнике. Причем, если вам было интересно это видео, то я рада. Ну, и пишите комменты, лучи, конечно, хорошие, потому что, в принципе, когда вы пишете что-то плохое, то в первую очередь делайте плохо себе, потому что желчь, она накапливается. Рудная люля. Ну, ставьте лайки, хотя, когда вы ставите лайки вниз, это тоже прикольно, значит, человек удосужился, сколько-то там секунд просмотрел, его это как-то зацепило, ибо, когда человеку пофиг, ну, мне, допустим, если не нравится видео, я специально не ставлю минус, потому что мне оно не нравится, а кому-то кто-то старался, делал, кому-то оно может действительно нравится и пригодится. Вот такие дела. Ну, и до новых встреч, пока!